МОРТАЛ КОМБАТ 11 Очень большой упор сделан на передвижение. В зависимости от того, как ты контролируешь расстояние со своим оппонентом, зависит очень многое. Поэтому в данном видео мы расскажем, на что следует обратить внимание и какие техники ты можешь использовать, чтобы улучшить данный аспект игры. Привет! С вами команда In The Dark, у микрофонов Орен Кратос и Шурик. В любом файтинге, в том числе и в Mortal Kombat 11, имеются основы игры, на которые должен опираться любой игрок во время геймплея. Эти основы игры указаны в инструктаже самой игры. Мы обязательно рекомендуем вам его пройти, дабы ознакомиться с базовой механикой саморучно. Однако в рубрике таких видео мы подробно разъясним каждый важнейший аспект основы игры. К тому же, это займет меньше времени и даст больше информации, чем тот же инструктаж. В MK11 мы выделили 5 главных аспектов в основе файтинга. Это движение, то, как вы двигаетесь во время боя, то, как вы двигаетесь во время атаки, защиты, а также в нейтральной ситуации. Атака, способ построения атаки, нахождение нужных приемов для атаки за персонажа. Защита, умение блокировать различные атаки, а также выходить из атаки соперника. Комбо, умение жонглировать над оппонентом, а также не выпускать из-под своего контроля. Стратегия, составление плана на игру за своего персонажа, важнейший аспект игры на про-уровне. В этом видео мы расскажем вам про движение. То, как вы двигаетесь, определяет характер поединка, а также план на игру. Итак, приступим. Прямо сейчас вы видите на экране геймпад. Именно геймпад. Команда In The Dark настоятельно рекомендует использовать именно его, а не клавиатуру. Вы скажете, что дело в привычке? Да, однако противник на геймпаде получает преимущество при равном опыте игроков. Мы знаем, что говорим. Постарайтесь переключиться на геймпад как можно скорее, если вы этого еще не сделали. За движение отвечают вот эти стрелки. Забудьте про стик, он вам не нужен. Играть мы рекомендуем именно на стрелках. Итак, приступим. За движение в МК-11 отвечают 4 стрелки, которые определяют направление движения. Шаг вперед, шаг назад, приседания, нейтральный прыжок, прыжок вперед и прыжок назад. Также имеются дэши, которые активируются двойным нажатием стрелки вперед или назад. Чтобы знать, как вам нужно двигаться во время боя, нужно зайти в тренировку и остановиться на выборе персонажа. Ваш персонаж определяет правильность движения по арене. У каждого героя есть ряд инструментов, которые эффективны на определенной дистанции. Опираясь на них, вы составляете план движения на игру. Если это прессер, вы должны держаться на таком расстоянии, при этом имея перед собой пространство не более двух метров. Если это Зонер, персонаж, который хорош на расстоянии, значит вам наоборот нужно держаться как можно дальше от противника и, соответственно, отходить назад. Есть персонажи, которые имеют инструменты для любого расстояния. Такие универсальные герои должны смотреть по ситуации, а именно на персонажа противника. Но как узнать, на каком расстоянии хорош тот или иной персонаж? Команда In The Dark для этого и нужна. Мы упорядочили персонажей по их силе на определенной дистанции. Вы видите это на экране. Зеленым отмечены персонажи, которые сильны в ближнем бою, чья игра и инструменты как раз заточены под ближку. Красным обозначены персонажи, имеющие преимущество на расстоянии. Желтым – универсальные герои, которые имеют инструменты на любой дистанции. Итак, определившись с персонажем, мы отправляемся на поле боя. Начнем с прессеров. Любой уважающий себя прессер вынужден бороться с зонингом и при этом не попасться на контрудар. Чтобы это сделать, важно уметь делать наиважнейшую технику во время движения. Она называется Dash Cancel или просто Отмена Дэша. Ее смысл заключается в том, что вам нужно сделать дэш и в любой момент прервать его с помощью блока. Прямо сейчас вы видите на экране, как это делается. Вы жмете два раза стрелку вперед и далее нажимаете блок, чтобы прервать анимацию дэша. Для чего это нужно? Посмотрите, что будет, если я буду двигаться дэшем без отмены против зонинга. Смысл в том, что анимации удара противника быстрее, чем полная анимация дэша, из-за чего Джакс не успевает восстановиться в исходное состояние, чтобы избежать удар. Dash Cancel как раз помогает остаться в безопасности, при этом немного сократив расстояние. С помощью быстрых таких рывков вы сможете приблизиться без потери здоровья, а также заблокировать контр-удар. Мы настоятельно рекомендуем вам приближаться с помощью дэш-кэнселов, а не прыжков. Еще один атрибут для прессеров это прожектайл, этакий контр-зонинг, то есть прием, который можно пульнуть в противника. Это может быть что угодно, будь то фаербол или выстрел. Важно помнить, что не все прессеры имеют прожектайлы и для некоторых план на игру только ближка. Итак, играя за прессеров, во время того, как вы подходите к противнику, вы можете чередовать ваши дэш-кэнселы прожектайлами, тем самым сбивая противника с толку. Но будьте начеку, это можно наказать. И последним атрибутом движения для прессера является избегание контратаки. Вы должны понимать, что если вы играете против зонера, у него с большой вероятностью будет длинный инструмент, который сможет остановить ваш подход к нему. Вы должны быть готовы к этому и быть начеку. Идем дальше. А теперь поговорим немного о зонерах. Это класс персонажей, которые предпочитают или вынуждены вести игру на средней дальней дистанции. В основном это происходит из-за того, что персонаж имеет очень плохие опции вблизи, либо ему самому не о чем сближаться. Есть несколько типов зонинга, которые представлены чаще всего в виде проджектайлов. Это хай, мид, лоу, воздушный, инстант, направленный. Это основные виды зонинга. Давайте же разберем по порядку. Хай зонинг. Это метательные атаки, которые летят как правило прямо, имеют активные кадры высокого удара. В основном это очень быстрые проджектайлы, имеющие быстрое восстановление. Зная персонажа и его приемы, можно обходить все виды зонинга. Например, от данного проджектайла можно увернуться просто присев и отпустив блок. Комбинируя Dash Cancel, который мы разбирали ранее, и отпуская сидя кнопку блока на реакцию, можно очень быстро сближаться против такого рода выстрелов. Медовый зонинг. Эта опция намного опаснее предыдущей. Обычно такие выстрелы летят прямо или выполняются персонажами намного дольше. Но и обойти такую опцию будет намного сложнее. Как мы видим, присесть без блока в этот раз уже не получится. Так как же обходить данную опцию? Тут на помощь приходит знание фреймов восстановления данной опции. Зная сколько будет восстанавливаться тот или иной персонаж после выстрела, можно рассчитать, перепрыгнуть данный проджектайл и аккуратно подходить. Помните, для победы главное это терпение. Переходим к третьему пункту. И это у нас лоу. Данный вид выстрела имеет нижние активные кадры, либо выходит из-под земли. Как видно на видео, данный проджектайл летит по нижней части экрана, не задевая никак воздушное и среднее пространство. Следовательно, его легко блокировать и перепрыгивать. Обычно, такие выстрелы имеют очень долгое восстановление и очень большие минуса на блоке, что делает их крайне небезопасными опциями, которые легко обходить прыжками, чередуя с дэш-кэнселом. Если вы уверены, что противник делает выстрел в ноги и вы находитесь на расстоянии прыжка от него, можно просто прыгнуть и наказать полной комбинацией. Четвертый пункт. И это у нас воздушный. Обычно воздушные атаки бывают очень небезопасными, из-за того, что персонажу нужно время на прыжок, выстрел и приземление. Обходить такую опцию можно блокируя стоя, аккуратно подходя и, если уже позволяет дистанция, наказывать полным комбо. Так как же быть, если хочется навязать игру в воздухе, но чтобы это было более безопасно? На помощь приходит пятый и самый сложный пункт зонинга, требующий очень много тренировки. Это инстант. Данная опция – это тот же воздушный выстрел, но с одним огромным отличием. Выполнять его нужно мгновенно после прыжка. Очень быстро, правильно и точно вести команду выстрела. Это позволяет сбивать противника в воздухе и при должной реакции, играя за некоторых персонажей, сделать комбо. Такая опция обычно хай атака, так как диагональные выстрелы типа кабала и джейд не имеют смысла на дальней дистанции и больше относятся к миксапу. Перейдем к последнему, шестому пункту. Это направленный зонинг. Это спецприемы, которые требуют точного направления в зону попадания. Такой инструмент надо использовать грамотно и предугадывать действия соперника, думая куда он пойдет и как будет вести себя на той или иной дистанции. В основном направленный зонинг относится к мид-атакам и блокировать их можно в любой позиции. Обходить данные опции нужно, зная точную дистанцию, на которую распространяется тот или иной направленный спецприем. Также зонинг это не всегда по стрелушке. Зонинг это грамотный контроль расстояния. Для зонинга также подходят длинные удары, которые не дают подойти противнику. Помните, чтобы выиграть игру в зонинге, вы должны очень аккуратно все делать, контролируя и заставляя оппонента делать ошибки, которые приведут к вашей победе. Для зонеров также очень эффективным и важным инструментом является бэк-дэш-кэнсел. Делается он точно так же, как и обычный дэш-кэнсел, только в другую сторону. Данная опция помогает отдаляться от противника, контролируя нужное вам расстояние длинными ударами или выстрелами с незаметным прожатием кнопок. Это очень важная опция для любого зонера и вы должны уметь ее нажимать. Посмотрите на то, как Рейден использует Projectile. Он не просто прожимает спецприем, а делает дэш назад и выстрел. Еще раз внимательней. Дэш назад, спецприем. На экране вы видите, как это нажимается. Дважды жмите стрелку назад и во время анимации дэша вы просто прожимаете спецприем. Очень быстро. Научившись этой технике, вы сможете лучше держать дистанцию. Мы постарались подробнее объяснить вам про зонинг. Не только для тех, кто за зонеров играет, но и против. Чтобы вы имели представление, что делать против них. Если вы зонер, вы должны посмотреть на ваши инструменты для контроля расстояния и отнести их к определенному пункту, что указаны выше. Как только вы это сделаете, вы будете понимать, в каком месте и когда их лучше использовать. Будете иметь представление о слабостях своих инструментов, а также и о их сильных сторонах. Мы еще вернемся к зонерам в выводе, а пока двигаемся дальше. Последний тип персонажей это универсалы. То есть персонажи, которые имеют опции и вблизи, и на расстоянии. Как правило, у таких персонажей обязательно имеется зонинг, а также сильные инструменты на средней и ближней дистанции. Эрон Блэк отличный тому пример. У него есть винтовка, которая хороша на дальней дистанции, а также невероятный прессинг инструмент назад 2-2-2. Играя за такого персонажа, как мы говорили выше, вам нужно смотреть на персонажа противника. От себя мы советуем так. Если у вас есть возможность навязать за универсалы игру так, чтобы вы играли от защиты, а противник к вам подходил, то делайте это. Не нужно подходить, если это должен делать ваш соперник. Заставьте его напрячь пальцы, отходите назад, не давайте ему зонить и вовремя контратакуйте. Если оппоненту удастся подойти, у вас будет возможность навязать свою игру и вблизи тоже. Конечно, не все матчапы позволяют универсалам играть от защиты. Сильные зонеры будут иметь преимущество на расстоянии против универсалов. Поэтому вам нужно будет подходить. Делать это нужно точно так же, как делают это прессеры. Дэш-кэнселы, обход некоторых типов прожектайлов с помощью прыжков, а также контр-зонинг. Играя за универсала, вы должны играть по ситуации. По сути, если у прессеров и зонеров один план на игру, то у универсалов их два. По выбору, либо зонинг, либо ближка. И в зависимости от персонажа противника, вы будете знать, как вам двигаться. Итак, подытожим. Прямо сейчас вы получили немало информации. Возможно, у вас в голове небольшая путаница. Не переживайте, на самом деле, все довольно просто. Вам достаточно запомнить самое главное. Вспоминаем. Три типа персонажей. Если прессер, то дэш-кэнселы, контр-зонинг и прыжки. Если зонеры, то бэк-дэш-кэнселы, прожектайлы и контр-удар. Если универсал, выбирайте для себя один из двух ранее типов. Все. Поверьте, мы могли бы нагрузить ваш мозг еще сильнее, если бы рассказали про спейсинг пространства, футси и прочее. Все это останется для видео про стратегию игры. А сейчас мы хотим донести для вас базу. От лица команды In The Dark мы советуем вам играть мобильно, быть постоянно в движении. Не спамить прыжками, а находить для себя правильную тактику мувмента. Ведь именно то, как вы двигаетесь, определяет ваш стиль игры и тактический план. Всем спасибо за просмотр, друзья. Увидимся скоро.